Заниматься бизнесом в Новом Казахстане должно быть комфортно. Накануне президент провел встречу с председателями бизнеса общества, где поднимался целый ряд вопросов. Говорили о жестком прессинге со стороны госорганов и случаях открытого рейдерства. О трудностях ведения бизнеса в Казахстане не понаслышке знает председатель республиканской коллегии адвокатов Айден Бикибаев. Он с нами на связи. Добрый вечер, Айден Желшиевич. Скажите, вы на встрече с президентом озвучили проблемы, о которых ранее многие молчали. С какими именно сложностями приходится сталкиваться предпринимателям? Ну, я не могу сказать, что многие молчали. Наоборот, мои коллеги адвокаты часто заявляют, я, наверное, высказал позицию у многих предпринимателей и адвокатов. Проблем много, я остановился на пяти вопросах, которые мне показалось, нам показалось, что могут легко быть решены. Это вопросы уголовного расследования предпринимателей. В первую очередь, это вопрос арестов предпринимателей в рамках возбужденных уголовных дел, в рамках досудебного расследования. В современных условиях, вы знаете, электронные средства идентификации местонахождения позволяют не арестовывать человека в рамках предварительного следствия, да? Поскольку они могут определенно сказать человек, где находится, и точно он ни с кем, и так далее. Но у нас до сих пор эти аресты частая практика. И в рамках ареста же, на самом деле, давление, оказывается, на предпринимателей, иных лиц, которые вынуждают, чтобы они признали винову, пошли там сотрудничать со следствием, да? Мне кажется, вот эти пережитки надо отменять. Как помочь бизнесу? Какие изменения в законодательстве нужны? Мы предложили ряд измерений уголовного расследования в законодательстве, чтобы повысить гарантии адвокатской деятельности, полномочия, чтобы адвоката не держали там у входа в здание в КУИС, там в очередях, да? Чтобы его свободно пропускали, чтобы у него была возможность истребовать необходимые документы для защиты, эффективной защиты своего клиента, да? Мы предложили вот по этим арестам, да, изменить законодательство, чтобы не применялись, по крайней мере, по экономическим преступлениям. Мы предложили санкцию за уголовное правонарушение за экономические, не применять лишение свободы. Эффективно же с предпринимателя брать же отборные штрафы, зачем его колонии содержать за счет государства? Эффективнее, чтобы он ходил, может быть, там, в желтой майке с надписью «преступник», да, если вина его наказана, да, и занимался общественными работами, пусть чистит улицы и так далее. Мне кажется, надо отходить в целом от вот такой кратильности слишком, тем более в отношении вот таких экономических преступлений. В целом, здесь комплекс законодательных и практических мер, которые необходимы по нашему мнению, чтобы государство приняло. Спасибо. С нами на связи был председатель республиканской коллегии адвокатов Айдын Бекебаев.